подъезд уже отремонтировали. Эх, ребята, вот это у вас здесь рай. Вот это у вас здесь кошачий рай. Ой, да неплохо вам тут, ребятки. Тепло, уютно. Привет. Вы подождите, тихо, я их не кормила. Послушайте меня, я сейчас начну их кормить, и вы будете снимать. Ой, а какой красивый-то вот этот, лиловый. Вот она, Чеченка. А почему Чеченка она называется? Потому что две недели во время боевых действий, когда хозяева уехали, они оставили кошку в закрытой квартире. И две недели она кричала благим матом. Вот. И мы как могли, там немножко железную дверь, там ребята, ну-ка, немножко, ну-ка, так сказать, хотели раскрыть, но не получилось. И там образовалась щель. Мы в эту щель через шприц я забрасывала ей такую жидкую пищу и водичку туда. Ну, она как могла, так это, но все равно плакала. А потом, когда Украина обстрелила очередной раз, получилось так, что стекла все побились. И получается, идет парень и говорит, а, наши соседи хотели туда забросить. А, нет, вернее, они, вот она. Они хотели ее, ну, выманить, чтобы она прыгнула. Вот. А он говорит, а что вы получаете кошку? Зачем прыгать? Сейчас я вам посаду. А она на каком этаже была? Вернули, и он сбросил, с первой попытки попал в стекло, в окно туда. Она наелась, замолчала. Ну, а потом такие соседи ее выманил из окна. Выманил на второй этаж, на балкон. Вот так вот подушкость, и она пошла. Вот. И так мы освободили. Вот. А потом к нам ребята чеченские пришли. Вот. Так как они сказали, у меня соседка, девочка спрашивает, бабуля, это, говорит, солдаты? Нет, она, как сказала, в благородном поле. Ну, в общем, короче, она боялась. Я говорю, нет, не бойся. Это, говорю, наши солдаты уже, они не будут нас обижать. А они говорят, нет, мы не солдаты, мы миротворцы. А те обижают, если они нас обстреливали, так что у нас... Да не дай бог. И над населением издевались. Ну, подъехали к этим замечательным женщинам, две Натальи. Выяснилось, что они еще и собачек тут кормят. Собачек, ну, нужно будет стерилизовать. Мы в следующий раз приедем с ветеринарами, стерилизуем всех собак, которые в этом нуждаются, для того, чтобы не было лишних, новых, которые тут никому не нужны. Вот, Наталья героическая, женщина, руины, ребят. Мы проехали, конечно, руины, они здесь и живут единицы, но они взяли ответственность за тех животных, которых бросили хозяева. Значит, дорогие волгоградцы, русские люди, низкий вам поклон за помощь, которую вы оказываете нашему городу, нашим людям, и в том числе животным. Животные – это не самое последнее звено в нашей жизни. Они прошли то же, что и мы, и даже тяжелее. Никто им не протягивал руку помощи, только единицы. Люди – единицы. А потом, когда закончились боевые действия, благодаря вам мы теперь выживаем. Значит, не только 70 котов, и еще столько же уже уехали на Россию, но еще и собаки, которые остались без хозяев, охраняли свою территорию. Теперь они были очень дикие, теперь они доверились людям, в том числе нам. Теперь овчарка живет у меня через стенку. Прозимовала зиму, первый помет, двое умерло, двое осталось. Сейчас она родила еще шестерых. К себе не подпускают, не доверяют людям. Требуются прививки, потому что от сентерита умирают поголовные щенки. Мы их кормим с 11, остался один. Прививки, стерилизация и корм. В данный момент вы приехали вовремя. Корм сухой давать нельзя, что и щенком молоко пропадет. Привезли, передали нам люди зоопарка куриные продукты. Они очень кстати. Спасибо вам огромное. Теперь я вам скажу, это не только временно. Мы такие люди, вот с моей соседкой, что это постоянно у нас идет. Когда привозили хлеб и был голод, остальные люди кричали, уберите ее с очереди, и она берет клетка там. Толкали, выталкивали. Готовы были меня разорвать. И таких, вы знаете, что много людей. Поэтому надо нам держаться вместе. И очень большое вам спасибо. Еще раз. Без вас бы, без вашего звена, наши животные были бы уже мерзвы. Поэтому большое вам человеческое спасибо. А вам в свою очередь спасибо, что вы позаботились, что вы здесь в непростое время, фактически в военное время, на руинах. Фактически это Сталинград, да, современный. Вы здесь остались. Представительный такой домик сделали, да, Наталья? Выживают все, и люди, и животные. Они же выбросили две будки. Ну, кашку... Кашка у них хорошая, гречневая, да, Наталья? Заботится. Все приперлись. Мы тебе мясо привезли. Он, сынок. Рычит, рычит. Не-не-не, не трогаем, не трогаем, не трогаем, нет.